Дорожное движение Зебра научила ребят смотреть налево, а потом направо, приближаясь к переходу, и начинать движение вперед, только убедившись в зеленом сигнале светофора для пешеходов. Легче всего знания в младшем возрасте усваиваются в игровой форме. Системная воспитательная работа проводится с детьми в образовательном учреждении. Это очень важно, и мы много с ними говорим, изучаем, изучаем улицы, ситуации проходим, и здесь сегодня и детям интересно познакомиться непосредственно с сотрудниками, ну и принять такое, в интересном таком мероприятии участие. Кроме того, ребята вручили остановившимся водителям наклейки с напоминанием о том, что маленьких пассажиров можно перевозить только в детских креслах. Участники движения отметили пользу проведения подобных мероприятий. Сами знаете, молодежь сейчас, все с телефонами, все с плеерами, дороги переходят, все считают, что водитель за все отвечает, а прежде всего, все должны отвечать, как пешеходы, так же и водители. Воспитанники детского сада остались под впечатлением от необычного урока. Ну, мы переходили дорогу, учились, как переходить, ну, потом раздавали наклеечки. Мне понравилась зебра. Она переходила дорогу, и все на нее смотрели. 1 июня стартовала социальная кампания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Задача проекта – рассказать подрастающему поколению о правилах, а взрослым напомнить о законодательстве, которое сводит к минимуму травматизм детей на дороге. Тематические акции будут проводиться все лето. На данный момент проводятся мероприятия «Внимание и дети», также направленные на безопасность дорожного движения среди маленьких детишек. Информационная работа уже приносит свои плоды. За последнее время статистика ДТП с участием детей снижается. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.